Что бы вы хотели, прежде чем умрете? Написать автопортрет. Построить дом. Так. А ты? Я не знаю, ничего. Если бы ты сейчас умирал, что бы ты сказал о своей жизни? Я не знаю ничего хорошего. Ты ведь это хотел от меня услышать. Ну вот и все. Раньше мы смотрели в небо и там искали свое место среди звезд. А теперь смотрим под ноги и пытаемся выжить в этой грязи. Твоя жизнь — это книга. У тебя есть множество глав в твоей книге. Но когда она закончится? Насколько хороша она будет? И мой личный вопрос к тебе. Почему не ты? У тебя есть мозги. Ты можешь принимать решения. Ты можешь придумать план. Ты можешь изменить свою жизнь. Ты можешь значительно вырасти в ближайшие несколько лет. Ты можешь осуществить свои мечты. Ты можешь построить финансовую независимость для своей семьи. Ты можешь стать здоровым. Ты можешь стать сильным. Почему не ты? Чего вы боитесь? Что пугает вас? Ведь у каждого из нас есть свои страхи. У каждого из нас есть что-то, что мешает нам. Что сдерживает нас. И когда мы начинаем задумываться о жизни, то понимаем, что причина, по которой большинство людей не раскрывают свой истинный потенциал и не делают все то, что им на самом деле хотелось бы. Это страх. Что останавливает тебя? Ты слишком устаешь? Не высыпаешься? У тебя нет энергии? Нет времени? Это тебя останавливает? Нет денег? Ты родился не в той стране? Или то, что тебя останавливает? Это ты. Оправдания лучше всего звучат для того, кто их придумывает. Перестань жалеть себя. Хватит ныть и говорить всем, что ты устал. И придумывать себе жалкие оправдания. Хватит окружать себя неудачниками, которые живут так всю свою жизнь. Ты используешь любую отговорку, лишь бы оправдать то, что твои проблемы не решаются. Вот основная причина того, что в твоей жизни ничего не меняется. Я думаю, что настоящая боль в жизни — это дойти до ее конца и осознать, что что-то осталось нереализованным. Что я не раскрыл весь свой потенциал. Я мог сделать больше, но этого не сделал. Нереализованный потенциал — это история жизни большинства людей. Так оно и есть. И это могло бы быть моей историей. Я часто спрашиваю людей, какой твой самый большой страх в жизни? Мой самый большой страх? Давай так. Неважно, верите вы в Бога или нет. Мне плевать. Давай просто представим, что ты Бог. И перед тобой длиннющая очередь людей. И я умер. Мне 75. Я вешу 140 килограмм. Всю свою жизнь я работал в компании «Иколаб», уничтожая тараканов. Это все, вот чем я занимался всю свою жизнь. И вот я умер и стою перед Богом, который судит всех нас. И вот мы стоим все в одной очереди. Я следующий в очереди. И Бог вызывает меня. Я вижу свое имя на большом экране. И я вижу перед собой список. И Бог говорит мне, прочти это. Я начинаю читать и вижу 83 килограмма, морской котик, обучение в рейнджерах, мотивационный спикер, меняющий жизни людей, рекорд по подтягиваниям и так далее. И я говорю, эй, это не я. А Бог смотрит на меня и говорит, это то, кем ты должен был быть. Каждый успешный человек в этом мире сделал рывок. Сейчас я объясню, что имею в виду. Рано или поздно тебе придется сделать рывок. Ты не можешь просто существовать в этой жизни. Ты должен попытаться жить по-настоящему. Если ты просыпаешься с мыслью, что в твоей жизни должно быть что-то большее, чем есть сейчас, то поверь, это действительно так. Поверь в глубине своего сердца, что так оно и есть. Но чтобы прийти к этой жизни, тебе придется сделать этот рывок. Пришло время сфокусироваться. Пришло время решать. Нахер клубы. Нахер вечеринки. Нахер пытаться влиться и социализироваться. Тереться со всеми. Чтобы люди перестали называть тебя странным. Почему ты такой асоциальный? Потому что я работаю над своей мечтой. Почему ты так часто остаешься на баскетбольной площадке? Потому что я работаю над своей мечтой. Почему ты тренируешься под палящим солнцем, когда вокруг никого нет? Потому что я работаю над своей мечтой. Почему ты не ходишь по клубам? Каждый раз, когда я пишу тебе и зову потусоваться, ты всегда учишься. Потому что я работаю над своей мечтой. На самом деле, чем вы страннее, тем больше это отражает то, как вы привержены к тому, чтобы сфокусироваться на своём деле, лепить, формировать и развивать свои идеи и своё мастерство. Так, что когда наступит твоё время показать себя, ты взлетишь. Субтитры создавал DimaTorzok